Я на стороне вежливости, потому что есть, ну, а вежливость в данной ситуации начинается с министра. Если ты должностное яйцо, тогда ты можешь поговорить, уйдить, там, три минуты, сказать, что у меня нет всякой информации, та-та-та-та, и, а он сказал, ну, там, в лоб дал. Он сказал, я должностное яйцо, будьте, пожалуйста, добры, обращайтесь ко мне соответственно. Ну, какая коммуникация, ну, как он это делает, потому что он в той ситуации, он вел себя, как маленький Наполеон, да. Ну, они, да, они важны у нас, потому что она власть, да, но нет, у нас времена Наполеонов как-то ушли уже, да, так что он, скажем так, слуга народа. Он должен, да, но он, да, он должен сказать, да, извините, я в данный момент не готов ответить, все со всем моим уважением, я хочу вам ответить, но дайте мне, например, эта журналистка вела себя по-другому. А так, да, она должна вопрос за вопрос, куда вы ходите, почему вы мне не отвечаете, да, это уже начинается. Да, такая жесткая журналистика, да, но все началось с министра. Ну, это только в этом конкретном министре проблема или у нас вообще, ну, мы, в частности, да, не будем скрывать, что мы многих зовем и к нам просто не идут, сказываясь на занятости и прочие какие-то отговорки. С частным сектором, если мы говорим о СМИ, она отличается, да, мы видим определенных политиков и министров часто несколько раз в году на общественном телевидении, на общественном радио. Мы также звоним им, пишем письма чаще, чем хотелось бы, но они не приходят. Да, я думаю, что это личное, потому что есть министры, например, насчет Бордонса, это ему надо подумать, как он себя ведет, как он разговаривает с журналистами. Он должен как-то их поюбить, потому что, да, мы тоже власть, мы власть, и он должен с этим впечататься.